Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! После подведения итогов нашего конкурса по определению понятия хард-рока, мне захотелось встретиться с лауреатами конкурса, обменяться мнениями в живом разговоре. Но с победителями, Ксении и Виталием, встретиться не удалось, так как они из Архангельска. Серебряный призер Кирилл Русанов не выходил на связь, зато ко мне приехал бронзовый призер Дмитрий, который оказался практикующим московским рок-музыкантом, и с которым мы побеседовали на различные музыкальные темы. Почему-то мне показалось, что наша беседа может быть интересной настоящим любителям рок-музыки, поэтому привожу ее в этом блоге. Ну, здравствуйте, уважаемый любитель рок-музыки! Это большая честь для меня вас встретить. И рассказывайте, чем занимаетесь Дмитрий? Я занимаюсь музыкой и частой сменой работы. Так, подождите, а ты какой музыкой занимаетесь? Я занимаюсь музыкой в жанре психоделический фолк. Психоделический фолк? Да, 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 психоделический фолк. А, ну поподробнее. Немножко такой психоделический рог, немножко... Можно вопрос на засыпь? А что такое вообще психоделический? Ну, в этом понятии я подразумеваю то, что у музыки есть такое звучание, как будто бы ты слышишь ее во сне. То есть там много пространственных эффектов. Там есть... Вонограмма так и подходит человек, а? А то мне вот в транс входит транс. Да, в транс входит. В такой музыке входит транс. Я думаю, я думаю, больше как в сон. То есть транс это больше про электронную музыку, я думаю. Где есть какие-то постоянные повторения. То есть в этой псевдородической музыке, как я говорю, в ней есть элемент какого-то сюрреализма в общем. Это раз я вам писал стихотворение, кстати, что я думаю про психотерапический рок. У меня все конспектируется, заносится вонарно. Я не сомневаюсь, вы, видимо, очень серьезный человек. Я зашел... Не то слово, я серьезен, как никогда. Особенно, когда надеваю клоунский нос. Мой любимый. Но я еще работаю в стиле low-fire. То есть низкое качество. Музыка, в свою очередь, пропускается через процессы обработки, при которой появляются разные помехи, шумы, какие-то перегрузы небольшие. То есть тональности, диссонансы. То есть это, в свою очередь, добавляет эффект психотерапичности. Я вот как человек, который застал за время своего взросления появление интернета и широкое распространение смартфонов. Я при этом еще помню время, когда, например, были видеокассеты. И как, чтобы посмотреть мультики, которые мне нравились, в детстве я ходил в прокат кассетный, где-то выпрашивал их, обменял с друзьями. И вот эти помехи, типа белые шумы, старые телевизоры, старые игровые приставки, они вызывают у меня чувство ностальгии по детству. И чувство чего-то, в общем, предельно настоящего. То есть новая цифровая музыка, она настолько, типа, кристально чистая и все четко выверенная, что хочется ее испортить. Поэтому, когда она проходит эфоизацию, она предельно очеловечивается. Так. То есть как будто бы там больше нет вмешательства компьютера. Хотя сначала я пробовал это все пропускать через кассетные проигрывки, старые, через кассету. Но это слишком получилось сложно, поэтому в итоге я использую программу, которая это эмулирует. А я вот наоборот, почему-то хочу делать музыку абсолютно чистой. Вот чистота, чтобы идеальная, чтобы ритмическая она была четкая, правильная. Вот мне вот так хочется делать музыку. И мир иногда хочется взорвать. Особенно молодым людям. Я вспоминаю 70-е годы начала панк-рок. Вы же помните, они играли в мебель, они хотели взорвать. Почему они это хотели сделать? Да потому что рок-музыка дошла до вершины своей. В прогрессе, в роке и в арт-роке. Это уже были профессионалы высшего класса. Это было разложение многоголосия. Это было очень круто. Это были настоящие профи. Там взять бинджист, там расклады какие-то. Ну, многих. Hello, там вот этих всех. Electric Light, Острый, Оркестра, там Land Partners Project, Арт-рок, прогрессиво-рок. И это был как протест. Они хотели... Они играть только не умели. Но это публике понравилось. Молодежи этот протест. Панк-рок, ну сейчас это уже пародия просто. Да, это был взрыв. А сейчас они одно и то же, эти панк-рокеры настолько неинтересны. Я уже не могу их слушать. В свою очередь, возможно, чистая форма, где все выверено, она является протестом против этого панк-рокера. Я это и протестую. Мне сказал, я протестую против мата, против грязной этой музыки. Потому что ло-фа это немножко другое. Это бы специально это делать. А это просто люди играть не умеют. Грязная игра это рассказывает. Мы панки. И мат-перемат. Знаете, что панки? И что? Поэтому, когда мне говорят, что рок-музыка это музыка, протест, а у тебя слишком правильный. Так это и есть протест против вот этой грязи. Я вот могу понять, например, вашу логику. Вы человек прошлого поколения. Вы застали в свою очередь музыку на пластинках, на кассетах. Вам всегда хотелось получить самый чистый звук. То есть вы идете из обратного. Вы слышали моно, постоянно записи. Возможно, какие-то вот реброчные вот эти. Знаете, когда застали бы вот это дело? Ну, конечно. Вот. То есть вам хочется, чтобы... Музыка на костях назвалась. На костях, на костях, да. На ребра. Вот эта вся тема. И вы хотите прийти к чистоте, наоборот. Такое, которое было недостижимо для вас в молодости. А мы, наоборот, присыщены вот этой чистотой со своей позиции. И мы хотим ее полностью отчеловечить. Мы хотим, чтобы было понятно, что мы играем на настоящей гитаре. Поэтому мы можем подать или как-то неровно, например, играть. В отличие от того, как, знаете, многие же сейчас используют просто сэмплер хороший. Просто прописывают миди. И не отличишь. И этот момент, мне кажется, важным в том, чтобы сохранить какую-то человечность. Но то, что вы говорите про панк-рок, когда они оправдывают этим полное неумение и нежелание при этом учиться, это намного хуже. Вот в своей музыке я стараюсь ее доступно сделать. То есть, чтобы она была больше... Имела элемент поп-музыки, фолк-музыки. Не совсем авангарда. Но при этом, чтобы она была немножко испорчена. Хорошо, скажите, а на кого ориентируетесь? В любом случае у вас есть какой-то личный музыкальный тезаурус? Конечно. Какой-то банк данных. У меня очень много таких. Кто из наших? Есть кто-то? Из наших. Как варим, типа из 80-х, который был еще такой, как бы, бобильный, самоздатный. Это все близко. То есть, это такой ло-фай, который как раз пытается возродить, как гражданская оборона, например. Вы знаете наверняка. Ну, конечно. Их все знают. Это очень грязная музыка. Это очень грязная. Но не везде. Если брать в последние годы какие-то уже творчества этой группы, то нужно отметить то, что Егор Летов там предельно пытался добиться совершенства в звучании. Он мог перезаписывать партии гитары одну за другой, одну за другой по 8 раз, накладывая друг на друга. То есть, несмотря на то, что эта музыка грязная, она как раз пытается под взрыв. В себе выразить свои грязи. Не от неумения, не от незнания, а именно, как бы, такая художественная форма. Может быть. Не думаю. Но тот ло-фай, про который я говорю, это больше явление последних лет. То есть, десятых годов. В России есть такой человек, его зовут Арсений Морозов. Он деятель андеграундной музыки больше. Так. Я думаю, вариант вам, на самом деле, вряд ли понравится. Но у него есть, в свою очередь, группа Sonic Death, которая исполняет хард-рок. Что знакомое, Sonic Death? Sonic Death, Арсений Креститель, Подлаба Рокфит. Вот эти вот все группы. Запомнили, запомнили. Они, в свою очередь, свой протест выполняли не только в плане этой ло-файности против кристальной чистой музыки. Но и в начале нулевых годов, насколько я знаю, многие новые музыканты, они без уважения относились к родному языку. И исполняли песни на английском, писали. То есть, и у них было кривое произношение, например, ну или желание подражать, чтобы было как там. Вот, в свою очередь, Арсений пел всегда на русском. И это вдохновило новое поколение. Десятых годов уже, в свою очередь, петь только на русском. То есть, сейчас сложно представить, чтобы какой-то человек, у которого есть поэтическая амбиция, писал на английском языке песню. Как можно, например, я переводчик. Я, правда, очистился из университета. Но, тем не менее, я знаю язык, ну, английский, как русский, примерно. И я понимаю, что, несмотря на то, что я знаю его хорошо, я могу читать, слушать, воспринимать, переводить. Я никогда не смогу на нем выразить, ну, поэтически, потому что это не родной язык. Вот именно, потому что это не в вашей крови. Даже Бродский, сколько лет там прожил, он всегда писал на русском. Он не мог писать на английском. Я не смогу выразить нюансировку. Это нужно в крови, чтобы родиться там. Это правильно. Я всегда поеду к русскому. Я могу сочинять на любом языке, это мне без проблем. Но только на русском, принципиально. Но я вообще с поборник чистоты русского языка. А вот такие, вот эти однограундные группы, типа Шорт Парис, что скажете? Шорт Парис, я не очень уважаю. Что мне не нравится в них? Мне не нравится в них, знаете, мне кажется, что они слишком сильно сосредоточены на том, чтобы впечатлить критиков. Мне кажется, что это группа, которая очень такая, знаете, в позе, как сказать. Это так и есть. Вот. Но я думаю, что не критиков. Они не на критиков в ренте. Они хотят оказаться намного лучше и умнее, чем они на самом деле есть. Это первое. Но мне кажется, что даже больше они хотят не повторяться. Прям так хочется быть оригиналами. Но это невозможно. Это невозможно. Это невозможно, потому что мы все равно используем то, что в нашей голове. То, что мы слышали за всю свою жизнь. Мы оттуда беремся. Вот ясно, что мы пытаемся создать что-то новое, но мы берем оттуда. А они хотят быть оригиналами, прям неподражаемыми. И второе, они хотят быть мессиями. Я был на их концерте. Мессиями. Я тоже бывал. И меня не впечатлило, но все о них так восторжено. И чем больше их хвалят, тем меньше их любишь. Их концерт я похвалил. Но у них с точки зрения шоу, в принципе, все сделано очень профессионально. Вот так. Большая команда работает. Очень хорошо сделано. Просто вот и звук был отличный. Мы были в адреналине на них. Во-первых, полный зал, биток. Просто 7 тысяч. А я был там и на Папе Роуче, и там был именно там с 30 секунд до Марса. Ну, таких, более-менее звездных командах забрал. Они не могли собрать 7 тысяч полный зал. А тут биток. Просто полный. Он ходил по головам. А это как давно было? Летом. Летом. Я был на них в последний раз достаточно давно. Я был на них в 2018 году. Нет. Это было не давно. Знаете, такой проходит? Какой? Фестиваль Боль называется. Мазерлэнд. Есть форума. То есть это фестиваль, как бы такой, новая гитарная музыка. То есть там почти вся группа молодые. Но они стали звать иногда и классиков. То есть там, например... Ну, там был Дельфин, например. В 2017 году из больших таких спонсов, кто еще был? Аукцион обещали в этом году привезти. Но фестиваль отменяют в который раз уже из-за коронавируса. Вообще, мне очень нравится музыка 60-х в целом. И вот этот Лафайан берет свое начало из группы Well Up Underground. Может, слышали? Как? Well Up Underground. И Лурид. Такой из певец. Он много работал с Дэвидом Бого и с Агипопом. Их первый альбом, группа Well Up Underground и Ника, продюсировал Andy Warhol. Художник американский. И то есть, как бы, они были протестом уже тогда против, там, Битлз, например. Хотя это моя самая любимая группа. Но все равно так упорно их не принимают. Битлз? Да. Это глупость. Ну, это классика. Да. Это вне обсуждения даже просто. Это просто не может не нравиться. Потому что в мире существует абсолютная красота. Она есть. Которую нельзя критиковать. Не то, что нельзя, можно критиковать что угодно, но она просто, она реально абсолютная. Вот Битлз – это абсолютная музыкальная красота. У них есть плохие песни, есть. Но в принципе, в целом, это совершенство музыкальное. Мне кажется, немаловажной частью их совершенства является то, что они смогли в поздней своей карьере достичь баланса между высоким искусством и массовым искусством. Вот как раз вот этот вопрос я хотел следующий вам и задать. Хорошо. Вот вы занимаетесь такой музыкой. Какие перспективы коммерческие у нее? На самом деле очень слабые. Очень слабые. И зачем тогда этим заниматься? Я понимаю, что нельзя ставить во главу угла деньги, но должна быть какая-то перспектива, куда мы движемся. Куда мы движемся? Мы же хотим стать звездами все или нет? Я вообще, я не знаю, я хочу, я если мечтаю о таком-то, очень каком-то узкоспецифичном признании. Вот эта вся тема слофа, она в какой-то смысле является небольшим протестом против гонки за успехом. Люди, они в колесо, как хомяки, просто бегут за ступеньки, 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 ступеньки постоянно. И они просто промаргивают всю свою жизнь и ничего не успевают. И вот эта музыка, она имеет свойство в себе. Она медленная, она спокойная, она местами неконкретная. Она... В ней сложно иногда в песнях вычленить какой-то очевидный посыл или смысл. В 90-х таких мужик, такой мужик Бек. Не знаю. Вот, он на самом деле... Джеффа Бека знаю. Бек меня очень сильно вдохновил. Он такой, типа, музыкант-хамелеон. То есть его прорывной песней была песня Лузер. Это был такой... Это американский или... Да, это американский. Американский. Что знакомое? Песня, это Лузер, является... Знакомое, я ее слушал. Смесью психоделического рока 60-х. Там-то ситары звучат, какого-то хип-хопа. Всего-всего, ну, такой постсандарнистский, типа, калаш. И это была просто шуточная песня, потому что это был исполнитель, который перебивался с комнаты на комнату, играл, пока другие группы настраиваются, в сцене, которая называется антифолк. В Нью-Йорке такая была сцена, типа, ну, музыкантов, авторов спунтили неудачников, которых не пустили в такое привязи на кантри. Вот. И они ушли в еще больше, типа, такой сюр-абсурд. Вот. И он случайно записал эту песню, и она выстрелила. И там, типа, цепить, ну, строчка основная заключается в том, что я неудачник, детка, и если тебе это не нравится, убей меня. Вот. То есть это был его первый альбом, который получил широкое распространение. И он очень сильно меня вдохновил, когда я в школе его слушал. А и тем, как он сделан, то есть вот этот лофай, какой-то коллаж, то есть там, знаете, обрезки разных песен, склеены. То есть, ну, сделано как будто почти как на коленке, то есть оно очень человеческое чувство имеет. Вот. Но его карьера сложилась по седине такая, что этот исполнитель получил несколько грэмми. Такой, такой путь. То есть, когда... Хоть хороший, но цель должна быть все равно. Может быть. Цель. Я просто поясню, что я имею в виду. У него было миссионерское внутреннее чувство. Он хотел сказать, что он видит, как музыка должна звучать. И именно поэтому он завоевал миллионы. Если же просто так играть, а для чего? Если нет этого миссионерского чувства. Вот у меня оно есть. И у меня тоже, на самом деле, есть. Просто... Поэтому я выстрелю. Не сомневайтесь. Но вы уже выстрелили. У вас подписчиков на стакане больше, чем у меня в несколько сотен раз. Если об этом говорить. Бритый. Ну это разве выстрел? Выстрел, когда миллионы подписчиков. Не, не. Мне кажется, что вот эта гонка за цифрой, она мешает. Не, не, мы не гонимся за цифрой. Но поверьте мне, мы люди-то очень прагматичные. Мы романтично-прагматичные люди. И поэтому практика критерий истины. Практика, публика говорит, направлены ли мы пути. Мы не гонимся за ее одобрение. Нет. Но она поправляет. И вот эти хейтеры, которые меня критикуют, они я и благодарен очень. Там основная масса вообще не понимает, что такое музыка, если так честно говорить. Да. Потому что они не понимают, что такое критерий музыкальный. Они не понимают, что такое критика. Они думают, что если он меня матом обматерил, то это критика. Но это смешно. То есть люди не понимают, что такое критика. В целом это несчастные люди. Это понятно, да. Я просто сейчас эту книжку готовлю. Я там целый раздел, сейчас там делаю о том, что такое критика. Я просто хочу людям объяснить, что это такое. Люди не понимают, что такое критика даже. Они думают, что погавкал, это критика, но даже этим я благодарен. А критика — это нужно четко знать критерии того стиля. И критик настоящий, он объективен, вне зависимости от того, нравится ему эта музыка. Он говорит, эти люди работают в стиле лоу-фай, допустим. И вот это противоречит этому стилю. Вот они вот так вот сделали. Это противоречит критериям. Вот он объективен. Меня вот там достали, когда ты называешь хэви-метал попсу шансон, и я дал заключение по Вал Двайзу. Вот я просто показал. Вот они себя позиционируют в мэтал-кор. Ребята, там другие критерии! Это поп-музыка просто. Какие вы мэтал-кор? В мэтал-коре вот так-то строится гитарная партия. Вот так строится барабанная партия. Вот такой-то звук. Вот такие критерии. Вот такие-то гармонические партии. Вот такие-то рифовые партии. А у вас вот это брончание — это мэтал-кор? Это я называю вокал. в роке так не поют, в роке синкопирована вокальная ритмика, они вдоль все время вдоль попса галимая да, поэтому критика настоящая, это вот они критерии, четко есть критерии теоретические, музыкальные, но это ноты сельфеджио, там можно просто не в ноты поют, это можно критиковать тоже но это тоже объективно будет что вот человек мимо нот панал что тут не совмещается, да а есть критерии ритмические есть критерии гармонические, есть критерии вокальная ритмика, инструментальная ритмика набор инструментов, и вот человек посидел, ему не нравится эта музыка, но он объективно говорит, а они соответствуют, вот тут правильно а вот тут вывалились я этот Валдвейс, я же их не ругал я просто говорю, ребята, это не соответствует это не соответствует, это не соответствует вы поете в долю они потом прошли через месяц или она не даст соврать они пишут мне, мы вам хотим три билета презентовать на новый наш концерт Мы просто не пошли, мы заняты. Потому что нормальный музыкант, нормальный вообще любой, чем занимающийся инкустом, он, конечно, благодарен критике. Но настоящей критике. Потому что критика — это двигатель прогресса. Если я иду на концерт, я никогда не хаю музыканта. Но я говорю, что, ребята, вот тут вы отклонились, это не соответствует. Потому что критика — это, конечно, добро. Но меня еще не критиковало. Ну, нету критиков. Они просто гавкают — плохо, плохо, кринж. Ковнорог. Кстати, первое сообщение, которое я написал, оно было с критикой. Мне казалось, что как раз у вас барабаны звучали очень как будто неживые. Так они и неживые. Мы в студию записывались. Конечно, они неживые. Про запрограммированные? Конечно. А вам не кажется, что это какой-то дух немножко забирает? Нет, абсолютно. Вы Alan Parsons Project слушали когда-нибудь? Не вспомню. А я вам расскажу. Эта группа существовала 15 лет. Ни единого живого концерта. 50 миллионов проданных дисков. Ни единого. Они только в студии работали. Сейчас это невозможно. Сейчас люди не пойдут. Нужно выходить на концертные площадки. Они только в студии записывали альбомы. Я когда их слушал, ну это Наташа Девра, как с пластинки. Вживую люди работают. Но они уже закончили карьеру. И через 10 лет их уговорили выступить первый раз. Они четко, там просто как часы. Это мне очень нравится. Очень нравится. Ну, Alan Parsons был, будем говорить, звукорежиссером главным по обратной стороне Луны Пин Флойд. И он был режиссером Битлз. И поэтому, когда он понял, что от него зависит все, на 50% их успех, он взял, создал свою группу. Но она была чисто студийная. И поэтому, когда мне говорят, от тебя не живые, брат. Да они не живые, конечно же. Я в студии работаю. У меня живые только гитары. Больше ничего. Все остальное, бац, все это записывается студийно. Это понятно. Это только сейчас мы набираем музыкантов. Только сейчас. Мы сейчас набираем музыкантов, начинаем репетиционный период, и с Нового года мы выходим на концертную площадку. Это будет очень круто. Потому что по-другому сейчас нельзя. А сейчас, как Alan Parsons, ты не пробьешься. Люди требуют живого звука. Но много есть музыки, которая настроится на то, что она компьютерная. Нет. Так понятно, современная музыка, она ясно компьютерная. И это правильно, между прочим. Потому что не просто так появилась профессия битмейкера. Вы попробуйте посочинять такие биты, там ребята такие биты сочиняют. Поэтому почему этим не воспользоваться? Этим надо пользоваться. Этим обязательно надо пользоваться. Вы не придумаете вообще на простых гитарах, вы не придумаете такие биты. Никогда. Никаких бы не собрали музыкантов. Это делается только потом. Потом можно это все сыграть. Но это кто-то должен придумывать. Вот эту ритмическую структуру. Современную. Это не современно. Это звучит по-другому. Это в хард-рок так звучит. Ну, есть много исполнителей, которые пытаются современить этот набор. Но все равно обычно его чем-то разноображивают. И касательно написания битов, там на самом деле вопрос является подбора звуков больше. Ну конечно. Это не сложность. Но с этим я совсем не спорю. Я вложу, что мне кажется внимательным в том, что вы говорите про объективные критерии критики. Критерии не критики. Критерии стиля. Но вы ведь в авторском стиле работаете. Новый хард-рок, например. Каждый музыкант, например, может работать в своем авторском стиле. Это индивидуальный стиль, да. Спора нет. Стили, они как матрешки. Есть глобальные стили. Их четыре всего лишь навсего. А четыре стилей больше нету. Это фолк. Это духовный стиль. Это популярная музыка. Вот. Это вот три основных. Академическая. И классика. Вот четыре. Нет. Четыре. Все четыре. Больше нету. Вот эти четыре. Фолк. Народная музыка. Это глобальная. Национальная. Вторая. Духовная музыка. Все эти песнопения церковные, шаманские. Это все туда. Популярная музыка и классическая музыка. Больше нету направлений. Все остальное. Бантрешки. Потом под каждым этим популярным направлением пошло. Попса. Рэп. Рок. Шумок. Джаз. Это все туда входит. А куда отнести вообще экспериментальную музыку? Это популярная музыка. Это все популярная музыка. Это однозначно. Я вот сейчас в книжке это все излагаю. Я в целом, примерно, так же думаю. Критерии есть. Критерии глобальные. Спускаемся ниже. Они пересекаются. Конечно, национальные критерии тоже вплетаются в любую музыку. И на самом низу только индивидуальный стиль. Они самые мелкие, самые узкие. А эти все глобальные. Обобщение все больше, больше, больше обобщения. Индивидуальный стиль, они немного крупнее жанров. Жанр это вообще очень конкретная вещь. Вот жанровые вещи описать несложно. И то их никто не описывает. Но их можно описать конкретно очень. Понимаете, да? Стиль описывать непросто. Это нужно быть профессионалом. Стиль даже индивидуальный очень непросто. Потому что тут слишком много составных вещей. И очень много тонкостей. Да, жанр описать несложно. Допустим, вальц. Это жанровая вещь. Четко она описывает речет. Мелодич, мелодизм. То там описали есть. Или там, допустим, полонез. Это жанровая вещь. Но только мы заходим в стиль, там уже посложнее. Мне кажется, самое сложное на самом деле здесь это установление какого-то консенсуса между общественностью, так сказать, заинтересованной в том, чтобы люди согласились, например, на какие-то критерии все вместе. Потому что... Нет. Дима, вы не забыли, что я доктор наук? Нет, конечно. Не забыли, да? Конечно, нет. Тогда запомните эту фразу на всю жизнь. Определение понятий не может быть результатом полюбовного соглашения. Это исключено. Определение понятий – это работа ученого. Это создание полностью определения словесное. Оно должно точно соответствовать объекту исследования. Здесь не может быть полюбовных соглашений. Договоримся. Это люди далекие от науки так говорят. Только объективное исследование. И точное определение. Многие понятия о стилях, например, да, являлись как раз маркетологами и низкосортными музыкальными журналистами. Это вообще не понятие. И они сделали это все далеко, например, в прошлом. Я вас огорчу. Или обрадую. Я не знаю, что я сделаю. Дима. Нету ни единого в мире ни единого определения стилистики современной. Ни-е-ди-но-го. Никто никогда ничего не определял. Попытки были классику определить, фолк определить. Современную музыку вы не найдете ни одного определения. Ни рока, ни диско, ни рэпа. Вы не найдете определения. Их нет. Только вот эти журналистские, обывательские болтовня. Да. Это то, что я сейчас и критикую в своей книге. Я никак не могу ее написать. Болтовня. Они корчат из себя крик. Какой ты критик? Ты что? Ты инструмент в руках не держал никогда. Это раз. У тебя нет образования. У меня есть два блока, посвященных критике музыкальных критиков. Они там еще далеко. Там я не был какие-то. Давно еще в прошлом году я делал. У них у многих даже слуха нет. Поэтому нет ни единого определения. Вообще нет. Не то, что за рубежом нет. Потому что в основном вот этой современной музыкой занимается вот это журналистское братье. Далекое вообще. Дмитрий, я вот сейчас пытаюсь дать определения критерии рок-музыки. Только рок-музыки. Я дальше не лезу. Я, конечно, сравниваю с рэпом, чтобы вычленить критерии с попсой, с джазом. Но хотя бы рок-музыки дать критерии, это непросто. Почему? Потому что дать определение такого понятия, как стиль любой, это все равно, что дать определение музыки. Это все вместе профессора всего мира сделать не смогут. Я пытаюсь хотя бы положить начало. Вот хотя бы начало. Что вот эти критерии уже абсолютно неоспоримы. Вот эти. И поэтому, когда мне говорят, что я критик, это меня смех вызывает. Это какой-то критик. Я еще понимаю этих ребят, профессоров из Московской консерватории. Там Назакинский, Михайлов, доктора наук, музыковеды. Они на классике специализируются. Их можно назвать критиками. Они в музыке разбираются. Но они не вылазят за рамки классики. Они там. Они игнорируют. Да, согласен. Они игнорируют. Сейчас же это низко. Да, это да. Это слишком примитивно. Но это не примитивно. Потому что, повторюсь, нельзя этим пренебрыгать. С Марсельезой люди переворачивали мир. А это простая песня. Или «Смело товарищи в ногу» в семнадцатый год. Простенько. А их не изучали. И сейчас мы не изучаем. Ребята, новая Марсельеза появится. С рэперской читкой. Это изучать надо. Ни где не изучается. Ни в консерваторе. Ни в гнезднике. Не изучается. На самом деле изучается. Не изучается. Нет. Я все… В «Эстете Беркли» изучается. В «Эстете Беркли» изучается. В американском. Да. Но я не нашел ни одной книги. Я переводил книги специально. Сейчас. Я лидеров переводил. Лидеров. Которые пишут про рок. Нет ничего. Меня все время пытаются раз в историю. Что такое хард-рок. Они методат. А хард-рок произошел. Да я сам знаю откуда он произошел. Ребята. Я о музыке спрашиваю. О музыкальных критериях. Каких? Гармония. Ритмика. А вы что мне там тулите? Кто там был? Кто играл? Да все равно мне кто играл. Ну абсолютно все равно. Ну вот когда. Ну вот когда. Это речь. Я так к музыке отношения не имею. Это около музыки. Но не музыка. Музыка это ноты. Это вот. Вот записано. Вот давайте смотреть сюда. Как тут вот сделано. Вот это вот вальс. Вот это полонез. Вот это капак. А вот так. Ну вот когда я писал свое определение. Я старался весь свой слушательский и опыт игры в него вложить. И избежать по возможности ссылок на каких-то конкретных музыкантов. Чтобы им сказать вот это оно или вот это оно. Ну например когда вот прошлые культуры протеста. Типа там бедники, хиппари, панки. Они протестовали за получение свободы слова. И пока они за него боролись. Они боролись за права всех вот этих угнетаемых групп меньшинств. По национальному признаку там. По всему этому. А сейчас так все это перевернулось. Что внезапно эти ценности обрелись. И теперь они наоборот ограничивают свободу слова. Вот это ужасный просто парадокс. И к счастью мы находясь в такой чудесной стране в России. Мы все имеем свободу слова полную. Однозначно. Поэтому когда мне либералы говорят. У нас тут зажимаются. Я руковой из вас зажали. Кого? Ты болтаешь что хочешь. Путина ругаешь. Что хочешь делаешь. Кто тебя зажал свободу слова. Ну уж если уже перебор. Когда ты начинаешь призывать к насилию. Ну тогда тебя конечно хлопнут. А так ты без проблем. Говори о чем хочешь. Ну абсолютно о чем хочешь. Я такую свободу слова честно говорю. Я не знаю в какой стране еще такое есть. Конечно. Попробуй что-нибудь скажи там на той же Украине или в той же Прибалтике. Похвали русских. Попробуй тебя замордуют. В той же Америке. Там есть запрещенные слова буквально в Америке. Конечно. Конечно. Поэтому еще раз. В России сейчас мне нравится обстановка. Да. Нравится. Мне многое не нравится с экономической точки зрения. Но обстановка в этом сфере мне нравится. И вот когда музыканты рассказывают. Да нас зажимать кто? Да нас концерты. Кого концерты запрещают? Назовите мне. Чьи концерты запрещают? Ходят. Поют что попало. Мат перебат. Что хочешь. Я даже больше скажу. Многие эти музыканты хотят чтобы концерты запретили. Чтобы про них лишний раз написали. Вот. Ну никто не запрещает. Вот. Визуха. Вести шорт фарира неупоминаемые. Они я думаю были бы очень рады если бы концерт отменили. Они бы тогда свой образ таких героев. Борцы. Но при этом у нас всегда имеет место самые радикальные протестные такие чуть ли не экстремистские группы. Они все равно могут спокойно выступать. Да. То есть удивительным образом. Вот я родом из Твери изначально. И у нас например есть группа называется ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля. То есть они очень очень. Музыкальная группа? Музыкальная группа. Вам бы очень понравилась. Да. Она знаете очень провокационная. Больше это как перформанс группа. То есть там больше люди как художники чем они непосредственно музыканты. Вот. И очень многих песни например внесены в реестр запрещенных материалов экстремистских. И каждый концерт посещает ФСБ. Но тем не менее концерты проходят. Музыку слушают. Мы оптимисты. Мы патриоты. Мы русские люди. И мы прекрасно понимаем что все зависит от нас. Не от вождей. За мою жизнь сменилось семь царей. Семь. Начиная с Хрущева. Потом Брежнев. Потом и так далее. Семь. И седьмой. Поэтому если бы я ходил на митинги и критиковал этих вождей. И стал бы я доктор наук. Бизнесменом серьезным. Стал бы никогда в жизни. Поэтому мы меняем мир вокруг себя. Это и есть наша политика. Вот это и есть настоящая политика. У меня есть что-то в своей профессии. Вот. Это мое мнение. Но. Теперь я буду внимательнее следить за low fire. Могу встать в подборку. Послушай. Да. Сбросьте мне подборку. Я хоть посмотрю что-то. Это интересно очень. Все равно. Для меня большой пример в жизни это Пол Маккартни. Это миллиард двести миллионов. Ну. Для меня конечно тоже. Это и мелодизм. Это Маккартни. И это подтверждает его жизнь. Развал Битлз. Кто из них что-то сделал? Imagination. Все. А что еще? А все. А этот каждый год. Ну пару. Три песни пускай. Рано просто убили. Маккартни каждый год. Вы вспомните группу. Он профессионал. Он профессионист. И он. Нет. Я просто напомню. Что он признан величайшим композитором двадцатого века. Самым великим. Миллиард двести миллионов. Поэтому. Я не гонюсь за деньгами. Мы это все проходили. Мы бизнесмены 30 лет. Мы никогда в жизни в угол не ставили деньги. Знаете. Идея что-то сделать. А деньги это подтверждение правильности выборного пути. Поэтому мы и здесь. Я не буду никогда гнаться за толпой. Не буду за его вкусом гнаться. Я буду делать только то, что нравится мне. Но. Обратно воздействие все равно есть те же хейтеры. Хоть они и гавкают. Это критикой назвать нельзя. Но это все равно критика какая-то. Своеобразная. Поэтому они редактируют меня. Я двигаюсь туда, куда надо. Я улучшаю свои стихи. Но главное, что люди вместе все равнодушные в любом случае. Вот это. Это я просто благодарен всем. Потому что вы обратите внимание. Там специально скандалы устраивают. Чтобы только их омливали грязью. А они никому не нужны. Вообще никто не называется. Они уже что только не делают. Голыми бегают. И там шаются с кем-то собаками. Что делать? Ну вы знаете. Видим это все. Все равно ноль. Отзывов нет. И меня радует. Что мою музыку критикуют. Конечно. Это радость. Я благодарен всем. Меня в последнее время это уже меньше радует. Потому что все меньше становится критиков. Но не потому, что у меня музыка стала хуже. Они просто доходят до людей. Что это музыка. И это стихи достойные. Я надеюсь, что это так. Нет. Становится на самом деле лучше. То есть я уже некоторое время слежу. То есть наверное где-то больше чем полгода мне кажется. Я просто пытаюсь уходить от вот этого блюза рок-н-рольного стандарта. Потому что современная музыка она разворачивается линейно. А там квадратная. Она закольцованная. Аккорды закольцовываются. А возьмите современные группы. Они во-первых полиритмия. Они размеры меняют непросто. И они развиваются вот так вот. Они один аккорд ведут. Один риф. Он развивается прямо линейно. Это элемент танцевальной музыки такой существует. Да. Это и есть современные. Новые элементы, новые элементы, новые элементы, новые элементы. Вот. Это линейное развитие. Это не просто так. Математика так развивается. Музыкальное мышление меняется у людей. Это слишком просто. Хочется что-то сложнее. И поэтому у меня тоже с музыкой становится сложнее. Я иду в эту сторону. Иду в сторону вот этой линейности. Ну допустим, одна из последних песен там Владивосток. Я построил ее на одном рифе. И куплеты, припевы, бридж все на одном рифе. А впечатление, что там развитие такое идет вообще. Потому что я в куплете пою по одному. В бридже я пою по другому. А в припеве по третьему. А там один и тот же риф. Один и тот же. Вот он всю песню идет. Он останавливается. Один аккорд. Это типа мало. Сейчас я точно вспомнился. Один типа мало. Два в самый раз. А три это уже джаз. Это смешно. Это весело. Но я вам другое скажу. Я прочитал книгу «Жизнь». Кита Ричардса. Кита Ричардса. И там просто подтверждение моих мыслей. Он там приводит пример. Я не помню кого. Буддидли. Кого-то из этих. Он говорит, он играл только на одном аккорде. Один аккорд. Один. Я говорю, так как? Он говорит, он просто менял обороты. То есть там первая, вторая, третья ступени. Потом вторая, третья, пятая. Ну это тот же самый аккорд. Только по-разному брал. И у него все песни были построены на одном аккорде. Но на разных обращениях. Это в одного аккорда. И он говорит, это он меня научил. Кита Ричардса. Вот так надо работать. И он там еще кого-то привел. Я не помню никого. Но кого-то еще привел. Который там только. У него один был ритм. Один размер. Одна тональность. И двадцать премий грамм. Это возможно это было ритм. Ну кто же. Я не осилил про эту книгу пока еще. Мы даже делали блок по ней. Я там обмечал эти вещи. Целый блок я делал по ней. Ну выделял там места интересные. Ну вот. Но вот это мне запомнилось. Потому что. Когда мне говорят. У тебя мало аккордов. Я ему говорю. Почитайте. Это Дакита Ричардса. Это хороший музыкант или нет. Я плохой. Ладно. Это хороший. Вот он пишет. Один аккорд. Когда мне говорят. У тебя мало аккордов. Я говорю. Да. У меня два аккорда. Или три. Я еще не дорос до одного. Я просто еще не дорос. Но я стремлюсь к этому. К одному аккорду. Вот песня «Владивосток» послушает. Я слышал. Из последних песен. Мне больше всего понравилась песня про берег Камчатки. Во-первых. Потому что. Я писал. Что мне он напомнил. Какое-то серф-роковое звучание. В контексте. Типа. С тем как ты смотришь видео. И там море. Типа. Горы. То есть. Плюс. Чувствуется. Что поскольку вы сложили там. Ну. Какое-то есть. Какое-то есть. Эмоциональное двойное дно в песне. То есть. Чувствуется. Что вы вложили много туда чего. Ну. Я хочу сказать одно. Плюс. Она музыкально очень интересная. Там контрасты просто присутствуют. То есть. Сначала есть такие легкие. Какие-то переборы. Такие. Типа. Пространственные эффекты. Потом. Пам. Пам. Такая штука. Но я хочу вам сказать. Знаете. Вот. Елена Вана не даст соврать. С такой злобой. Меня еще так давно не критиковали. Да. По песни Камчатки. Хотя Камчатка. Это настолько удачная вещь. Да. Я считаю что она. Я считаю что она хитовая. Вот мое мнение. Но знаете кто меня критиковал. Камчадалы. Жители Камчатки. Жители Камчатки. Серьезно. Да. Они прям гавкали на меня. Причем злобно. Не то что там. Хейтеры там смеются. Прикалываются. Кринш. Минш. Дед. Ну это ладно. А там злобно. Я был удивлен. Я думал наоборот. На Камчатке скажут. Класс. Про наш храй сочиню. Про Азиастоки тоже видел. Что они довольны. Да. Ну я думаю это такая какая-то ревность. Что сами про свой город сочинить не могут. А тут мужик с Москвы приехал. Песню сочню про город. Она хитовая. Да. Незаслуженно она. Не признали ее. Незаслуженно. Но ничего. Все быстро иди. Мне кажется самое страшное. Вот в этих всех людях которые. Ну вот говоря вот про понятие кринжа. Да. Я просто с ним сталкиваюсь каждый день. Потому что вот мое поколение оно. Как только это слово вошло в обиход. Оно просто. А не просто. Это кринж. Что кринж. Все кринж. Просто без попытки что-либо понять. Обработать как-то. Прочувствовать гуманно. Типа человек. Ну там какое-то явление. Все окрестить каким-то типа стыдным. Типа смешным. То есть это. Это страшно. Потому что. А это кринж становится как бы. Заменой какой-то. Либо вообще любой человеческой эмоции. То есть и какому-то опыту. Обмена эмоциями. И. Сострадание. На все. Все либо там кринж. Либо там. Там. Ай вот это все. Типа то есть. Им не нужно больше думать самим. Им не нужно понять. Что здесь происходит. Они по внешним абсолютно признакам. Говорят. Это кринж. Это кринж. Это кринж. То есть. В свою очередь. Вот такое поведение. Вот это реально кринж. Мы должны понять. Почему они так мысят. А потому что они молодые. Они перспективу чувствуют. Они чувствуют мир. У нас тут детей много. И поэтому мне нравится. Молодежь растет хорошая. Много очень любых ребят. Вот такие. Я вижу. Я это вижу. И я хочу делать музыку такую. Чтобы она была в духе времени. Не подстраиваться. Свое делать. Ну. Просто многие люди. Они. Так много видят информации. У них все. Доступно. По первому зову. Поэтому все обесценивается. Очень быстро они присыщаются. Каким-либо. Музыкой. Там. В кино. И потом им нужно просто. Чтобы оно дало какой-то эффект. Как можно быстрее. У них теперь нет терпения. Не просто так. Тикток набирает сейчас обороты. Да. Клиповый. Так. Быстро. Монтально. Синдрома расстройства внимания. Гиперактивности в будущем. И люди не смогут книжку прочитать. Сначала до конца. Потому что они привыкли. Что все вот так происходит. Да это же прекрасно. Это страшно. Нет. Это прекрасно. Почему? Да потому что конкуренты отпадают. Я же бизнесмен бывший. Почему отпадают? Ну конкуренты тупеют. А люди все же конкуренты друг другу. А почему отпадают? Ну потому что они для меня не конкуренты. Если человек не может книжку прочитать. А. А. Ну конечно. Мы же в конкурентной среде находимся. Поэтому я аплодирую. Молодцы. Давайте продолжать вступить. Это да. Но. Я повторюсь. Очень много перспективных молодых ребят. Очень много. Умных. Очень много. Я смотрю. Просто. Молодцы. В музыке. В литературе. В поэзии. Много. Конечно. Книжку не смогут прочитать. Но книжный бизнес просто умрет. Это плохо. А кому-то надо повыть. Воры подметать. Ну просто. Всех людей жалко. Которые с этим столкнутся. Есть вот эта проблема. Синдром расстройства внимания и гиперактивности. Сейчас в странах США например. Выписывают людям взрослым. Которые от этого страдают. Симптомы следующие. Не могу сосредоточиться. Не могу дотелать. Делать до конца. Не могу дочитать книгу. Не могу внимание там сконцентрировать. И что происходит. Людям выписывают лекарства. Это адрол. Это амфетамин. То есть типа это страшнейший фактически наркотик. Я лично например встречал людей. Моих ровесников. Тоже каких-то творческих ребят. Которые однажды узнали. Что у них возможна такая болезнь. И начали принимать достаточно тяжелые наркотики. И эти наркотики все они так работают. В мозг должны постоянно вбрасываться. Серотонином выбросить. Дофамин. Серотонин. Должны постоянно щелкать. И вот этот тикток например. Он тоже такой чтобы за 6 секунд тебя вштырило. И мозг уже постоянно требует вот этого вот этого вот этого вот этого вот этого. Постепенно сердонин. Вот эти рецепторы в голове. Они выгорают. И они уже не способны воспринимать. Например от естественных занятий. То есть там от хорошей еды например. До какого-то размеренного там время провождения. Именно чтобы всегда долбило по полной. Это очень страшно. Это страшно. Но тем не менее это реалии. Это реалии. Поэтому группа Волощук АСД с октября зайдет в тикток. Да? Каким образом? Посмотрите. Будешь ждать. Я просто... Ну не так как все. По другому будем так. Но тикток это явление, которое обойти невозможно. Мы умно будем заходить. Но когда я это говорю, я говорю о нем смысле с неприятелем. И самое смешное, знаете что? Ну перед тем как заходить туда, да? Мы конечно же пообщались с тиктокерами. С домами тиктоковскими вот эти. Есть дома тиктокеры, да? Не знаю. Очень толковые ребята есть. Очень толковые ребята. С точки зрения бизнеса? Нет, вообще толковые. И креативно и все. Очень. Я чувствую себя с ними на равных. Я не чувствую себя стариком. Они понимают, что я такой же. Потому что я наконец-то погрузился в это мышление. Не так еще конкретно, но я уже начинаю больше понимать молодежь. Понимаете? Потому что если мы два года назад, когда начинали, то я говорил так, у нашего поколения нет музыки. Они все, их брошенные. Современная музыка. Кто-то дослушивает машину времени и все. А нового ничего нет. Мы начали создавать музыку, ориентируясь на мое поколение. А им нахрен ничего не нужно. Они уже с тяпками на огородах. Да, да. И смотрят на меня и говорят, ты что, дурак? Потом мы начали ориентироваться на 40-летних. Ситуация та же. Ты что, старый пердон? Понимаете? И только сейчас, когда мы начали общаться с ребятами вашего возраста и младше, мы поняли, вот эти люди очень перспективно мыслят. У них мысли устремлены вперед. Да, спора нет. Вот это все, что вы сказали, это отвратительная вещь. Но это было всегда. Ну конечно. Всегда. Только определенная часть общества является передовой. Всегда. Да. Ладно, когда там молодежь. Но когда взрослые мужики. Вот им были на концерте «Дельфина». Вот я посмотрел. Звук. Классно. Все хорошо. Ну и ноет, и ноет. Все плохо и плохо. Ад вокруг и вокруг. Я говорил, ты что? Мне хотелось сказать. Ты что, мужик? Тебе что, так плохо все? Ты богатый, успешный, ты популярный. Что ты ноешь? Ни одной песни оптимистичной. Вот ни одной. И зал прям ура. Все это мужики сорокалетние, ура. Что ура-то? Не, я отметил. Мы отметили. Я делал обзор. Я отметил звук. Вот такой вот. Классно он сделал. Вот. Он использовал, конечно, все биты. Вот это все. У него был гитарист на сцене барбанчик. И он с компьютерами. Звук был изумительный. Мы в Питере были. Вот просто классный звук был. Ну, про дельфина пару вещей скажу на эту тему. Что я хотел, когда мне было лет девять с родителями на концерт дельфина. И там висел экран какой-то. И сплошная чернуха какая-то вертелась. И черепа. Типа мать такая. Как-то может, чем ребенка взяли. И этот экран рухнул походу. Вот, вот, вот. У него там черепушки там на сцене. Да, и у экрана сломался. Ну, потому что это так популярно. Просто петь песни, которые, ну, жизнеутверждающие, считаются западло. Ну, западло. Да. Типа, как будто это не умно. Да, да, да. Как будто, типа, ты умная, только когда тебе все блокно. Да, да, да. Многие люди отзываются о том, что о дельфине, как о человеке, который сам вклад в звук на своих альбомах делает очень маленький. Использит очень много профессионалов. Я добавлю. В любом случае это все делает дельфин. Ну, как, как, как продюсер. Ну, он дельфин, как продюсер. Вот он все это делает. Он так слышит музыку. Он заставляет делать. Вот именно так. А это вот так. А это вот так. Поэтому в любом случае это дельфин. Это его творчество. Также, знаете, как Оззи Осборг. Он играть на гитаре не умеет. Ну, да. Он делает шедевры рок-музыки. Шедевры. Но у него есть Закуал на гитаре. Вот. А Закуал создал этот Black Label там, что там у него там группа. Ну, есть. Но это не о чем. Не, не то, что не о чем. У него 20 пластинок уже. И что? Уже он в всех Википедиях. Хрен он никогда в жизни не соберется. Людей сколько собирает Оззи. Не потому, что Оззи был популярен. А потому, что Оззи умеет создавать шедевры. Он не играет на гитаре. Потому, что у него стиль. Он создает шедевры. Он знает, он чувствует музыку. И потом, когда мне пишут, да, ты плохо играешь на гитаре. Я говорю, да хорошо я играю. Хорошо. Но я не Зак Уайлд. Для того, чтобы круто сыграть, мне нужен профессионал. Вот это мы сейчас набираем музыкатов. Сейчас. Крутых. Мне не нужны, мне дети не нужны. Только профи. Потому, что мы хотим через 3 месяца выйти по сцену. Чтобы я там долго не объяснял. Хотя я хочу взять парней молодых. Которые владеют техникой Heavy Metal. Это очень важно. Потому, что тот, кто прошел через школу Heavy Metal, это и есть современный гитарист. Он может играть потом медленно, что угодно. Но он должен этим владеть. Вот это вот. Ну, блин, на джинджере. Ну, это круто. Я знаю джинджер. А там гитарист. Вообще. Неплохой гитарист в Аматере. Неплохой. Вау Касси неплохой гитарист. Неплохой. Мне как бы эстетически и духовно вот эти группы не близки. Это дело не в духовности. Я говорю о технике. Мне все равно. Мне тоже не духовно. Они не близки однозначно. Ни их тексты, ни их музыки. Я не любитель такой музыки. Но я отдаю должное. Что это очень круто технично сделано. Потому что если посмотреть Аматере, там вокалист слабый. Мимо нот поет. Это такое. Но Данил Светлов на барабанах. Извините, таких барабанщиков в мире мало. В мире очень крутой барабанщик. Очень крутой. Знаете? Да. Или вот мы были на джинджере. Но там что гитарист, что бас-гитарист, что барабанщик. Высший пилотаж. Они не просто так звезды мировой эстрады. Не просто так. Потому что там каждый на своем месте. Это очень крутые музыканты. Хотя я повторюсь еще раз. Я это люблю другую музыку. Но это красиво. Это красиво. Чтобы могли по крайней мере. А? Чтобы могли по крайней мере. Мне нужно чтобы люди владели техникой высокой. Но знаете. Чтобы это не ограничивало мои возможности. Потому что я. Извините за вражение. Я Оззи Осборн. Мне нужны музыканты. Уровень высокий. Потому что что такое искусство? Это когда ты переходишь из разряда ремесла. Поднимаешься в уровень искусства. Но сначала ты должен освоить ремесло. Если ты не владеешь, ты в искусство не перейдешь. Это невозможно. До Кремля не будет. Когда многие говорят. А вот я могу как Сальвадор Дали малевать. Не. Ребята. Или как Пикассо. Не. Пикассо чтоб дойти до этих каляк-маляк. Он умеет не хуже Рафаэля. Техникой владеет. Но он дошел до каляк-маляк не потому. Потому что это идеи современные. Мне нужны технические музыканты. Высокой техники. Чтобы я мог позволить себе подняться в высшее ремесло. Я сам этому учиться даже не буду. Я не хочу. Это время потеря. Я в другом специалист. Я специалист соочинищ. Ну вот например в моей концертной группе. То есть я обычно просто сам все записываю вот так дома. А когда я выступаю со мной мои друзья играют. Они очень хорошие музыканты все. Ну то есть например намного лучше как музыканты чем я в свою очередь. То есть басист который со мной играет. Он очень крутой басист. Он джаз басист. Он играет просто вот так. А гитарист который со мной играет. Он такой мастер типа такой нойз гитарной школы. То есть он умеет все. Там все что делать отвертками. Просто очень хитро играет. Какие-то всякие эхи. Отзвуки там. Тут по ходу группы тянут струны там. То есть очень странного звукоизвлечения. Твое дело как у руководителя. Их ограничить немножко в этом. Потому что иначе у тебя получится вся песня заполнена вот таким басом сложным. Вот такими звуками. Ужасными быстрыми барабанами. То есть нужно как-то если вы хороших музыкантов таких соберете. Которые тут все умеют. Нужно найти с ними такой общитель. Их говорит только так сыграть. Вот так. Да. Чтобы они если слишком много этого не использовали. Однозначно. В этом плане пример яркий Фила Коллинза барабанщика. Он же хороший барабанщик. И вот помните вот эту песню. Если вы помните. Он драм-машину пришел. И ему говорят а ты же барабанщик. А чего там у тебя драм-машина. Он говорит именно потому что я барабанщик. Я для того чтобы себя сдержать. Чтобы не расколотиться там. Я поставил драм-машину там. И ничего больше. Вот это придет. Потому что у него есть чувство вкуса. Он понимает чувство меры. Что вот здесь нельзя лишнего. Оно испортит только песню. Он ушел драм-машину поставил. Поэтому конечно же. Их надо ограничивать. Иначе. Это будет мастерство ради мастерства. Это ни к чему. Это кажется что это профессионализм. На самом деле там в дилетантизм скатываясь. Потому что простота. Простота. Но не примитив. А именно простота. Это вот это Битлз. Это просто. Вот почему люди сходили с ума. Я когда слушал их. Так. Я просто. Ну так просто. Почему же мы не придумали это. Вот я вот Елене Ивановне рассказывал. У меня было. Я никогда никому не завидовал. У меня единственная была зависть в детстве. Мне хотелось вернуться назад во времени. И украсть песню. Вот эту Битловскую. Какую например. Ну допустим. Ганг Тугезе. Это же наш шедевр. Это шедевр конечно. Это Лена на песню. А? Лена на песню. Ну может быть. Но это круто. Это такая вещь. Обалденная вещь. Это просто пушка. Это вообще. Я думаю. Любая песня Найберова на самом деле. Любая песня Найберова. Это почти. Там просто все вместе. Да. Да. Обалденная вещь. Поэтому мне хотелось вернуться. Украсть. На машине времени. Я сочинил. Ну сейчас у меня это все прошло. Я мог сам все осуществлять. Притом там риф такой просто. Да конечно. Просто это. Это гениально просто. Елену не очень нравится своей простотой. То есть Макарне немножко похитрее. У него там какие-то модуляции проходят. И там смена тональности. Все. Вот это существует. А Лена пошел к полному минимализму. Такому. Там самый прикол. Нет. Там самый прикол. Знаете какой. Вы знаете. Вы все следили за мной. Это вы знаете. Что я фанат синкопированной вокальной ритмики. Угу. Там каждый ударный слог поставлен в контрпункт между метрическими краями. Это высший пилотаж. И вот я почему. Это именно роковая вокальная ритмика. Каждый ударный слог. Я всегда говорю. Последний ударный слог надо поставить в контрпункт. Тогда это рок. А там каждый. Вы вспомнили. Э. Э. Ну шедевр. Я вот досидел. Я каждый. Я раз в неделю переслушиваю. Однозначно. Я всю жизнь просто слушал. Вот это. И в каждом возрасте слушаешь что-то новое. То есть ты слушаешь типа лет с десяти наверное. Афигенно. И до сих пор не надоедает никогда. Не. Ну битлы мне вообще не надоедают. А хейджут. Ааа. Какая вещь. Как вы смотрите на их экспериментальные всякие вещи. Типа революшн. А. Типа вот. Просто звуки какие-то намешанные. То есть они. Или вот. Психоделический который альбом. Где всякий соло сдан наперевод. Мне не нравится. Да нет. Там все. Там битлы молодцы. Все хорошо у них. Но. Почему они ругались. Маккартни с Ленноном все время. В последнее время. Потому что он раздолбанчивал его. Даже в студии невозможно было стянуть. Да. Он раздолбанчивал. А он на концертах что делал. Он начинал импровизировать. Маккартни говорит. Что ты там импровизируешь. Мы же отработали. Отрепетировали. Вот так работает. А он говорит. Да нет. Сейчас так не надо. Сейчас нам современно импровизируют. И вот это они вот спорили. И я тут на стороне Маккартни однозначно. Вещь отработанная. Отрепетирована. Вот так ее надо исполнять на концерте. Публика к этому привыкла. Она это ждет. Она не ждет ваших импровизаторов. Никому не ждет. Не. Можно конечно прийти там экспериментально. Устроить там какой-то акустический концерт. Или прикалываться. Но это должна публика понимать. Что сейчас будет это. Но если ты вышел со стандартными вещами. Концерт программа. То там недопустимо отклонение. Публика ждет именно то. Она хочет это услышать. Звезда. Просто рок-звезда. Ну буду иметь визитку Тереволчика. Хотя и так везде подписан. Поэтому в принципе это не так страшно. Давайте. Передавайте привет своим музыкантам. Обязательно. Звезда. Когда я был маленький. Я смотрел много ТВ. Хотел в прокат кассетный. И был известен как самый главный фанат. Фанат по всей художе. Которую не так давно начали кратить в нашей стране. Черепашки и низ. И человек-паук. Без этих штук я был как будто бы без рук. Спас. Субтитры подогнал «Симон»